Добрый вечер, дорогие радио и телеслушатели канала Медиадоктор, радио Медиаметрикс. В эфире «Школа здорового голоса» Екатерина Осипенко и поговорим мы с вами сегодня о методах исследований голосового аппарата у детей и у взрослых. С чего начинается исследование пациента с патологией гортани? Я бы хотела упомянуть о том, какие жалобы могут привести пациента к отлерингологу, тем более к отлерингологу-фониатру. Ну, конечно, это наличие нарушения голоса, то есть охриплость или, как кто-то называет, осиплость, возможно, какое-то чувство дискомфорта в области гортани. Некоторые пациенты показывают на шею, говорят о том, что что-то здесь беспокоит, может быть, это происходит в виде ощущения кома, может быть, какие-то изменения голоса, которые не длительно в течение дня беспокоят пациента, а беспокоят в течение вечера или после голосовой нагрузки, или по утрам, когда человек только-только проснулся, и он не может полноценно говорить. Некоторые наши пациенты жалуются на то, что они не могут говорить долго, и если им приходится выдерживать 45-50 и так далее нагрузку, они не могут ее выдержать. В этой ситуации мы должны осмотреть гортань. Но прежде всего нам необходимо собрать анамнез, так называемый, пообщаться с пациентом. Вот эта первая встреча очень важна для нас, как для врачей, и очень важна, конечно, для грамотной постановки диагноза. Считается, что пациент, когда он только-только открывает дверь кабинета, уже его первое «здравствуйте» должно для нас выдать достаточное количество информации, и мы должны понять и даже, может быть, сразу же поставить диагноз. Во всяком случае, так нас учили когда-то, когда я впервые только начала обучаться фониатрии. И во время этой встречи, первой встречи, мы выясняем массу интересных подробностей. Мы, конечно же, расспрашиваем о том, что именно привлекло, кто направил. Бывают ситуации, когда самого человека ничего не беспокоит, или ребёнка ничего не беспокоит, и даже мама ребёнка ничего не беспокоит, но ребёнок направлен его вокальным педагогом, или ребёнок направлен логопедом, или иной раз педагогом по сольфежью. То есть теми педагогами, которые слышат ребёнка во время пения. Иной раз это воспитатели детских садов. Если взрослые, то, конечно, они, как правило, приходят самостоятельно. Иной раз по направлению общих от ларингологов или других специалистов. Но чаще всего взрослые, даже взрослые профессионалы голоса на приём к фониатору, к сожалению, приходят тогда, когда ситуация уже, в общем-то, выходит из-под контроля, и человек не может полноценно трудиться. Мы должны выяснять характер трудовой деятельности, если речь идёт о профессионале голоса. Все особенности того, каким образом происходит речевая или певческая нагрузка, как часто она происходит, какая она по длительности, что происходит в этот момент на сцене, если человек поющий, каким образом, насколько он хорошо даже себя слышит во время исполнения. Это всё достаточно важные детали. Если мы говорим о детях, то очень важно выяснить у родителей, каким образом дети общаются. Общаются внутри семьи, общаются внутри коллектива, если дети посещают детские дошкольные учреждения или школу. Может быть, дети гневливые, может быть, дети склонные кричать. Всё необходимо выяснять. Выясняем, конечно же, наличие различных хронических заболеваний или тех инфекционных заболеваний, которые человек перенёс травмы, какие-то оперативные вмешательства. Очень много вещей имеет значение для формирования голоса. Поэтому наша первая встреча, она, как правило, длительная. И общаемся мы иной раз по 40 минут, по 60 минут для того, чтобы получить весь объём этой важной для нас информации, важной с точки зрения постановки диагноза. После того, как анамнез собран, мы переходим уже ко второму этапу – этапу визуализации гортани. Осуществляется она с помощью современной эндоскопии. Во всём мире используется, конечно, только эндоскопия для осмотра гортани. Время гортанных зеркал, к сожалению, уже прошло, хотя мы их не снимаем со счетов и используем тогда, когда мы хотим осмотреть гортань под микроскопом или для того, чтобы полечить пациента, сделать ему инстилляцию лекарственного препарата в гортане. Конечно, это делается в том числе и с помощью гортанных зеркал. Итак, какой же метод является методом выбора для осмотра пациента с патологией гортани или пациента, который пришёл на диспансеризацию? А на диспансеризацию, конечно, должны с регулярной периодичностью, периодичность это составляет раз в 6 месяцев, должны приходить все профессионалы голоса. Ещё раз напоминаю об этом. Как педагоги, так и певцы, актёры – это официальные, официально признанные категории профессионалов, которые используют голос. Итак, что же является методом выбора? Это видеоларингостробоскопия или стробоскопия гортани. Почему мы его используем? Почему нам очень важно оценить гортань и осмотреть гортань правильно? Потому что, конечно, самое важное для врача исключить новообразование гортани, как доброкачественное, так и тем более злокачественное новообразование гортани. Поэтому ничто иное, как эндоскопическое исследование, наиболее хорошо подходит для этих целей. Стробоскопия относится к объективному методу визуализации гортани наряду с микроларингоскопией, с видеофиброларингоскопией, высокоскоростной съёмкой гортани. И осуществляется с помощью, конечно, специальной аппаратуры. И мы с вами сейчас можем увидеть, каким образом это осуществляется. Пациент находится в обычном положении, когда он находится перед отлерингологом в кресле. Я думаю, что вы сами не раз на себе испытывали. Вы видите, как лиринголог смотрит в данной ситуации, я. В руках у меня не гортанное зеркало, а в руках у меня тот самый эндоскоп. Эндоскоп или жёсткий эндоскоп, как мы это называем. Сама процедура не болезненная. Сама процедура совершенно спокойно переносима как взрослыми, так и, в общем-то, детками старшего возраста. Какие-то сложности могут возникать в случае, если у человека уж очень ярко выраженный рефлекс. Ну, бывают такие люди, которые с трудом чистят, может быть, даже зубы из-за рефлекса. Но и это можно совершенно спокойно преодолеть. 99% переносят эту процедуру совершенно спокойно. Поэтому бояться её не нужно, даже если речь идёт о детках. Во время этой процедуры мы можем с вами оценить состояние голосовых складок. Мы можем с вами оценить, во-первых, за фото документировать и видео документировать то, что мы видим. Но самое главное – это то, что мы можем наблюдать быстрые колебательные движения голосовых складок. Нас очень интересует амплитуда, симметричность их движений. Нас очень интересует наличие стробоскопического комфорта. И вообще, голосовые складки двигаются или нет. Это очень важно. И во время этого исследования, это исследование фактически в двухмерном изображении, мы формируем уже понимание того, насколько это состояние голосового аппарата является, если речь идёт уже о патологии, насколько это состояние является функциональным, или здесь уже идёт речь об органическом изменении гортани. Можно сказать, что жёсткая эндоскопия используется у взрослых. У взрослых и, в принципе, и у детей, конечно же, тоже. У детей шести и даже пяти лет мы можем совершенно спокойно использовать, если детки нам позволяют это. Но для детей меньшего возраста и для некоторых взрослых, для тех взрослых, которым не позволяют анатомические особенности какие-то, не позволяют в том числе этот ярко выраженный рефлекс, конечно, в данной ситуации будет использован метод фиброларингоскопии, тоже эндоскопические, но будет исследование производиться не через рот, а через нос. Оно также не является болезненным и совершенно спокойно переносится как среди взрослых, так и, в общем-то, детки тоже позволяют нам спокойно осмотреть их. И здесь мы также получаем информацию о состоянии гортани, о состоянии гортани вообще и о движении голосовых складок. Но, конечно, если говорить о профессионала голоса, то более подробная информация дается, безусловно, при стробоскопии гортани. Следующим методом исследования, который мы используем для оценки гортани, для оценки голосовых складок, является так называемое тоже эндоскопическое исследование NBI гортани, так называемое narrow band imaging или оценка гортани, эндоскопия гортани в синий-зелёном цвете. Это специализированный метод исследования, который преимущественно используется для оценки, для исключения онкологических заболеваний, широко применяется во всём мире и является в настоящий момент передовым методом именно с точки зрения онконастороженности. Когда мы говорим о профессионалах гортани, то здесь, конечно, надо не забывать о том, что у профессионалов голоса есть свои особенности. Их профессиональной деятельности, которые мы не можем только лишь с помощью одной эндоскопии зафиксировать. Поэтому в ряде случаев мы прибегаем у таких пациентов к дополнительным методам исследования, к таким методам исследования, как глотография, которые нам позволяют исследовать продолжительность замыкания голосовых складок, координированность замыкания голосовых складок, их регулярность. И, конечно, это уже специфические методы исследования, которые используются непосредственно в отделениях фониатрических, в фониатрических кабинетах или фониатрических центрах. Поэтому в общем отлерингологическом кабинете, естественно, мы, собственно говоря, общий отлеринголог, конечно же, не имеет возможности использовать такие глубоко специфичные методы исследования. Еще очень интересным методом исследований, тоже признанным методом исследований во всем мире, является высокоскоростная съемка гортани. Высокоскоростная съемка гортани – это метод, который позволяет оценить движение голосовых складок в виде трехмерного изображения. Это тот метод, который позволяет видеть в одну секунду более чем четыре тысячи кадров за медленное изображение. Мы получаем такую очень четкую картинку. Мы можем с помощью определенного, имеющегося в аппаратуре программного обеспечения, определить не только графически все, что происходит в гортани, но еще также составить определенные математические кривые. И мы можем получить количественную оценку движений голосовых складок. И вот сейчас на картинке вы видите, что снизу в левом нижнем углу вы видите, как выглядят голосовые складки. Это фото во время высокоскоростной съемки гортани, которое потом анализируется, даже видеоизображение. И на верхнем рисунке вы видите, как голосовые складки графически зафиксированы движения голосовых складок с самого начала цикла вибраторного и далее, правой и левой голосовой складки. В среднем рисунке вы можете видеть, как две голосовые складки друг с другом замыкаются. Это не сами голосовые складки. Это здесь показано в трехмерном изображении, как происходит каждый вибраторный цикл. Причем практически за одну секунду вы увидели, сколько вибраторных циклов осуществилось. Но вот можно видеть, что конкретно в этой ситуации мы видим очень красивые, просто приятно посмотреть мне, очень красивые, очень правильные вибраторные циклы замыкания голосовых складок. Этот пациент здоров, и движения его голосовых складок очень хорошие, есть чем гордиться. Следующим методом исследования является... Прежде всего, я забыла сказать о том, для чего мы используем такие сложные исследования, конечно, эти исследования могут производиться уже только в специализированных кабинетах, в специализированных и заточенных под фониатрию. Конечно, они могут использоваться как у профессионалов, так и не у профессионалов, как у детей, как у взрослых, так и у детей, правда, детей старшего возраста. Это метод, который также позволяет оценить функциональные органические нарушения голоса. Очень важно использовать этот метод у тех пациентов, которые готовятся к операции на гортане, ну, конечно же, в послеоперационном этапе, и у тех пациентов, которые проходят реабилитацию голосовой функции после операции. Вот очень важный такой этап, очень важный момент реабилитации голосовой голоса у пациентов после операции. Надо обязательно, если кто-то готовится к подобной операции, надо понимать, что необходимо будет в последующем необходимо будет проходить специальную реабилитацию, которую осуществляют фониатры и фонопеды, для того, чтобы голос не просто вернулся к своему первоначальному состоянию, но и для того, чтобы не повторить тех ошибок, которые привели к операции. Потому что в ряде случаев мы встречаемся с той ситуацией, когда пациент делает всё то же самое, что привело его к формированию новообразования гортани и снова попадает к нам с новым уже образованием и с новой опухолью, и снова его приходится оперировать. Очень часто в этом смысле могут повторяться узелки голосовых складок. То есть новообразование гортани в данной ситуации является следствием, следствием чего-то, что происходит в жизни у пациента. И если вот это что-то в послеоперационном периоде не улучшить, не провести коррекцию, то, к сожалению, это может привести ещё в будущем к формированию новых узелков голосовых складок или каких-то иных новообразований голосовых складок. Для чего ещё нужны эндоскопические методы исследования? Я сейчас в данной ситуации говорю не только о высокоскоростной съёмке гортани, но и, прежде всего, видеостробоскопии. У тех лиц, которые собираются в будущем поступать, собираются стать актёрами, певцами, педагогами, конечно же. То есть в рамках профотбора, в рамках диспансеризации обязательной лиц с голосоречевыми профессиями. И у тех пациентов, у которых решается вопрос о их профессиональной годности в рамках специальных комиссий профессиональных, когда врачи решают вопрос о том, насколько человек является годным к тому, чтобы использовать голос в своей профессии. Это очень важно. Поэтому мы здесь, лиринговые гифониатры, даём такую серьёзную, глубокую информацию об этом и помогаем нашим коллегам в ряде случаев, помогаем поставить не только правильный диагноз, сопоставить, а самое главное определиться с выбором. Что очень важно. Главное знать нашему пациенту, что все методики по визуализации гортани, как вы уже заметили, они не болезненные. Мы их называем уже рутинными, потому что мы ими пользуемся неоднократно в течение дня. И каждый пациент, который приходит, например, лично ко мне, он осматривается исключительно с помощью эндоскопии. То есть это тот метод, без которого лично я уже не могу жить как специалист. Ну и, собственно говоря, даже если бы очень сильно захотела, меня бы не поняли мои бы коллеги, потому что это эталон, это золотой стандарт осмотра гортани. Поэтому бояться совершенно здесь нечего. Дети, родители, детей, поющих в том числе, которые приходят за заключением к фониатру, также ничего не должны бояться, это действительно не страшная какая-то процедура, совершенно неболезненная, и которую можно осуществить без какой-либо подготовки. Мы с вами сейчас поговорили о методах визуализации гортани. То есть тогда, когда мы собственными глазами, с помощью этих эндоскопических методик, можем посмотреть самостоятельно, а также можем показать нашим пациентам на мониторе, как выглядит его гортань, как выглядят его голосовые складки, причем это все непосредственно происходит в движении. И мы неоднократно можем зафиксировать эту картинку, мы можем детально что-то увеличить, мы можем детализировать, мы можем неоднократно обсуждать, мы можем собирать при необходимости консилиумы, показывать не только самому пациенту, но также отдать ему это видео, он может показать это видео в любой точке Земли. Кстати, это очень удобно, потому что наши пациенты, которые в силу своей профессиональной деятельности, ну, например, если они очень часто гастролируют, если это артисты оперы, которые уезжают работать за границу и в дальнейшем наблюдаются у наших коллег за границей. И для сравнения очень важно видеть, иметь вот подобные картинки или видео, для того, чтобы доктор мог понимать, что было до того, как у человека появились или иные жалобы на нарушение голоса, и что в настоящий момент. Поэтому это еще и метод, позволяющий, в общем-то, улучшить качество помощи, медицинской помощи, фониатрической помощи, поскольку это просто элементарно удобно для самих пациентов. Итак, вот после того, как мы посмотрели гортань, после того, как мы ее зафиксировали, после того, как мы с вами это обсудили, то есть фактически визуализировали гортань, мы дальше должны с вами что сделать? Визуализировать голос, как это мы называем. Так вот, визуализировать голос можно с помощью исследования под названием акустический анализ голоса. И это тот метод, который также является золотым стандартом для современного осмотра пациента с нарушением голоса или для исследования пациента, который является профессионалом голоса или его профессия относится к голосу речевым профессиям. И вот сейчас мы с вами можем увидеть так называемую фонограмму, которую получаем во время записи голоса любого человека. Первый графический продукт, который мы получаем, так называемая фонограмма. И вот эту фонограмму даже уже по наличию фонограммы мы можем по её виду, мы можем уже сделать заключение. Вот здесь я вам предоставляю фонограмму певцов. Певцов на верхнем рисунке фонограммы начинающего певца. Это студент первого курса одного из наших вокальных отделений, наших вузов, а уже на нижней картинке певец, который уже закончил вокальное отделение. И уже даже по двум этим фонограммам можно сделать вывод, каким образом голос изменяется, каким образом голос может выглядеть более правильно, если человек прошёл правильное обучение. Вот что в данной ситуации нас может смутить? Мы видим вообще, собственно говоря, каким образом голос-то записывается. Собственно говоря, это происходит вот так же, как и вот сейчас я нахожусь в студии, передо мной микрофон. Точно так же перед человеком стоит микрофон, и у пациента есть определённые задачи, которые он должен выполнить. Он должен петь, если это поющий, если это вокалист, конечно, мы просим спеть какой-то отрывок из произведения или арию, в зависимости от того, в какой манере человек поёт. Но прежде всего нам необходимо выявлять диапазон. Вообще для чего акустический анализ голоса? Для того, чтобы оценить голос в реальном времени. Вот что в голосе в настоящий момент? Это первое. Также мы должны понять диапазон. Диапазон от какой ноты снизу и до какой ноты сверху. Потому что человек может петь, и многие певцы могут что-то где-то пропеть и в головном регистре, и в грудном регистре. Мужчины ещё могут петь фальцетом. Но это ещё не означает, что это так называемый рабочий нот. Существует понятие тесситуры. Тесситуры. Но наша задача – оценить весь диапазон на всём его протяжении, так называемый тональный диапазон. И именно с этой точки зрения во время акустического анализа пациент пропевает полностью все ноты своего диапазона в определённой последовательности на форте и на пьяно. И тогда мы уже по этой картинке видим, каким образом… Вот в данной ситуации вы видите пропевание нот на форте и на пьяно. Они разные, несмотря на то, что это одна и та же нота. То есть звук пропевается на одной и той же частоте, но за счёт пьяно и форте он изменяется. И вы видите, как он изменяется. Они разные по своей структуре. Мы это называем заборчиком. А вот когда… Особенно это очень заметно в верхнем рисунке. А когда человек переходит, певец переходит на ноты в его переходном, в переходной зоне, так вот там происходит смена регистров. И певцу сложно в этот момент перестроиться. Если этот человек не имеет хорошей техники или он начинающий ещё певец. Поэтому на верхнем рисунке очень хорошо можно заметить, как этот заборчик совершенно меняется, форма его меняется. А потом, когда он перешёл на головной уже регистр исполнения, то мы видим дальше, как опять заборчик стал повозрастающий. А если речь идёт о человеке, который уже владеет вокальной техникой, то весь этот заборчик от меньших ноток с меньшей частотой звучания к большей частоте звучания постепенно-постепенно в виде ёлочки такой, которая лежит, увеличивается. Поэтому даже по одному вот этому исследованию мы можем говорить о том, что по фонограмме, что именно происходит с голосом пациента, мы можем определить его тональный диапазон, ну и, конечно же, динамический, потому что не просто так мы просим петь ноты на форте и на пьяно, громко и тихо. В будущем, когда уже сам весь процесс записи голоса закончен, с помощью специального программного обеспечения, конечно, мы рисуем специальное голосовое поле. То есть вот здесь-то напрямую происходит визуализация голоса, когда мы обрисовываем голос, получаем такую картинку и показываем нашим пациентам. Вот ваш голос, вот он у вас такой. Очень часто мы это голосовое поле приводим к клавиатуре инструмента, и тем людям, которые особенно, может быть, не очень хорошо ориентированы в области музыкальной грамоты вообще, потому что люди разные поют, очень хорошо видно, какой по размеру у него голос. И само голосовое поле нам дает возможность оценить, в принципе, насколько голос объемен с точки зрения диапазона тонального, насколько голос объемен с точки зрения динамического диапазона, и насколько он на всей поверхности, по всей длительности своего диапазона, насколько он выровнен. Потому что, конечно, у тех людей, которые профессионально обучены, которые обучены хорошо, имеют прекрасную технику пения, конечно, голос будет иметь, сам диапазон голосовое поле будет иметь очень красивую картинку. Люди с патологией гортани будут иметь вот такой диапазончик, маленький, весь звук будет невыровненный. И для нас, как для аутлерингологов, все это имеет большое значение, потому что мы, конечно, должны понять, что в голосе в настоящий момент происходит. Мы должны для себя зафиксировать какие-то важные вещи, зацепиться за них с точки зрения будущей реабилитации, в том числе педагогической реабилитации, или даже, может быть, хирургической реабилитации, или медикаментозной терапии, и дальше отслеживать, что происходит с голосом. То есть фактически, когда наш пациент получает то или иное лечение, в динамике он осматривается, и мы видим, что происходит в гортани глазами. Мы посмотрим на сами голосовые складки, но также мы смотрим и на то, что происходит в голосе, как видоизменяется голос в ходе лечения или в ходе послеоперационной реабилитации. Иной раз наши пациенты забывают, когда у них голос становится лучше, они забывают, каким он был до того, как. Иной раз с помощью вот таких записей мы помогаем вспомнить, каким образом голос звучал до этого. Это очень распоражает наших пациентов, потому что они слышат свой старый и свой новый голос, они удивляются, они понимают, что это произошло с ними, и они радуются, и это придаёт им новые силы для того, чтобы восстановить голос максимально. Кстати, вот такие прослушивания также включены в процессы реабилитации для того, чтобы пациент сам понимал, сам слышал, сам оценивал свой голос. Очень часто, когда мы даём специализированные упражнения по восстановлению голоса, используем для этого так называемые мультики, основанные на биологически активной связи, когда наши пациенты видят, что происходит, они поют, фонируют в микрофон, и на экране компьютера отображается то, что происходит с голосом. И если пациент достигает того, что мы его просили, он достигает этих целей, этих задач, то тогда в этот момент мультяшные герои начинает аплодировать или каким-то иным образом показывает, что они очень рады, что цель достигнута. И вот в этот момент сам пациент видит, каким образом голос изменяется, то есть он чувствует это в реальном времени. Поэтому некоторые методы исследования, как, например, акустический анализ ГУЛСа, являются с одной стороны диагностическими методиками, а в ряде случаев мы их используем и для того, чтобы получить какой-то лечебный эффект. Поэтому это такие методики двоякого использования. И это причем не единственная методика, которую мы используем не только лишь для диагностики, но в том числе и во время реабилитации. И сейчас мы с вами еще одну картинку посмотрим. Это удивительная совершенно по красоте картинка. Я объясню, что это такое. Когда мы делаем акустический анализ голоса, то мы изображение голоса получаем не только в виде фонограммы, но еще и в трехмерном изображении в виде сонограммы, так называемой. И в том числе во время исследования сонограммы нас интересует вибрато. Я думаю, что те слушатели, которые поют, знают очень хорошо, что такое вибрато. Ну, во всяком случае, неоднократно это слышали. И знают, что наличие вибрато является признаком качественного голоса, высокопрофессионального голоса. Это действительно так. И вот специально я вам показываю эту картинку, потому что здесь красным цветом отмечено, я прежде всего должна упомянуть, что это картинка, которая была получена мною в ходе исследования голоса нашего знаменитейшего тенора Сергея Лемешева. Это его голос вы сейчас видите. И это его вибрато вот такими красивыми, красным цветом выделенными, выделены волнами, вы видите на экране монитора. поэтому я всегда радуюсь, всегда получаю удовольствие, когда вижу вот такие красивые вещи, потому что, будучи профессионалом, безусловно, они меня поражают, радуют и заставляют, заставляют, наверное, как-то с трепетом относиться, с еще большим трепетом относиться к моей профессии. И всегда, когда я вижу такие удивительные вещи, я хочу поделиться. Именно поэтому я очень часто об этом рассказываю, показываю, тогда, когда читаю лекции для студентов вокальных отделений или уже людей, которые поют как в опере, так и на эстрадно-джазовых факультетах, и не только для поющих, но и для актеров. Поэтому самое главное, когда я готовилась к этой передаче, самое главное, что я хотела донести до вашего сведения, это то, что в настоящий момент в современной утренгологии фониотеи есть все практически, нет пределов совершенства, но в настоящий момент в нашей стране есть все для того, чтобы оценить функциональное состояние голосового аппарата. Самое важное, что это нужно делать, и если вы будете регулярно, будучи профессионалом голоса, проходить диспансеризацию, еще раз напомню, что это один раз в шесть месяцев необходимо делать, то тогда есть однозначная совершенно реальная возможность сохранять ваш голос в прекрасном состоянии на протяжении всего вашего творческого пути. А в случае, если у любого буквально человека изменился голос, на протяжении семи дней есть осиплость, будь то взрослый, будь то ребенок, необходимо обратиться к отлерингологу или к отлерингологу фониатру даже сразу, для того, чтобы осуществить вот эти, прежде всего, эндоскопические методы исследования гортани, убедиться, что ничего страшного нет, и начать правильное лечение. Ну, собственно говоря, на этом наша сегодняшняя передача закончена. В эфире была школа здорового голоса Екатерина Осипенко. Мы всегда ждем с нетерпением ваших вопросов в чате после эфира и в эфире также. Всего вам доброго. Поздравляю вас с наступающим Пасхой. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова